Вопросы пошли про гиперборею. Можете сказать, когда книжка выйдет, вот спрашивают, примерно? Она выйдет, я думаю, где-то в этом году, летом, скорее всего. Но я вам буду давать определенные, так сказать, отрывки из нее даже на следующий вебинар. Если это вас заинтересовало, то я уже принесу эти тексты. Так что, каким-то, ну, хотя бы пока отрывочным образом, но вы уже будете погружаться в эту тему. Она очень интересна, она и для меня интересна. Я так много чего узнал и открыл, чего даже не знал. Вот, ну, как пример, я как-то тут по телевидению видел спор, который наш очень значимый писатель Задорнов вел с учеными из Академии наук и поддерживающими их специалистами из духовной епархии. Задорнов задал очень такой ясный, простой вопрос этому профессору, который больше всех там орал. «Вы можете объяснить темологию слова «Русь», откуда это пошло?» И тот сразу же сдулся, говорит, ну, я этого не знаю. Он сразу развернулся и ушел от этого стойки. И Михаил Задорнов очень значимый жест сказал. Ну, вот и все, вот и ответ. Ну, это действительно ответ. Вышел всех учить и не знает самого начала Руси. Я уж по секрету вам сообщу, что слово «Русь» идет от слова «Рос», а слово «Рос» идет от слова «Роса», а слово «Роса» – это та вода жизни, которая принимает первый свет Солнца. «Рос». Ни в одном темологическом словаре вы это не найдете. Все идет от слова «Роса». «Роса» – это вода, а вода, как мы знаем, символ сознания. То есть те сознания, которые принимают первый свет Солнца, это и есть «Росы». Ну, вот на этой оптиматической ноте давайте и закончим наше сегодняшнее общение. Мне было очень приятно, что сегодня были такие замечательные ваши отклики, потому что они, в общем-то, на самом деле это не просто какие-то, ну, что-то вы тут сообщили по поводу того, что вы видели. На самом деле это та частица преобразований позитивных, которая сейчас конкретно и реально идет в общественном сознании человечества. меняя сознание человечества, мы меняем и саму Землю. И вы в этом участвуете. Спасибо вам за это. Спасибо, Аркадий, на мочевом. Сегодня было очень много такой объемной информации, новой информации. Ну, до следующей встречи. Надеюсь, что опять соберемся и опять будем что-то преобразовывать. Следующая встреча у нас будет 30 марта. Да. То есть через полтора месяца. Да, времени достаточно на тот раз, потому что у меня много командировок. Я сейчас должен буду везде-везде ездить. Но 30 марта обязательно приеду. Продолжение следует...